Овечкин рассказал, когда вставит выбитые зубы, скорее всего, это будет после завершения его карьеры. Недавно отъебнули в соцсети мессенджера. Глобальный пиздец совсем близко? Возможно. Орл оказался прав. Осталось уповать на православный Яндекс. Из-за аномальной жары летом свиньи не добрали в весе. Темпы прироста производства свинины оказались самыми низкими за 15 мать его лет. Алибаба вложит миллионы долларов в сериалы «Бегемотики и слоники» от студии «Смешарики». Чем российские мультфильмы заинтересовали китайскую аудиторию? Не забудь ткнуть лайк, ударить в колокол, подписаться. Понеслась. Как сообщает газета «Рус», свыше 70% россиян хотят компенсацию от Цукерберга за сбой в Фейсбук. Большинство россиян, 72%, считают, что Марк Цукерберг должен компенсировать тем, произошедший недавно сбой в работе сервиса в Фейсбук, говорится в исследовании медицинского сервиса «Доктор рядом» и агентства «А2 Ресерч». По данным опроса, сбой повлиял на материальное состояние 58% россиян, а 21% отметили, что получили моральный ущерб. Блять, даже так? Сильный стресс испытал каждый четвертый россиянин. Теперь 62% опрошенных переживают из-за возможности полного отключения соцсетей. Ты что вы, блять? При этом 64% уверены в том, что их жизнь изменилась бы в худшую сторону, если бы такое произошло. По их словам, людям было бы сложнее общаться друг с другом. Если вы помните прошлый понедельничный пиздец, сотрудники Фейсбука не могут войти в офисы, чтобы решить проблему интернет-сбоев, потому что их пропуска перестали работать. Из-за проблем с доступом к сети Марк Цукерберг лишился 6 миллиардов, блять, долларов. Бизнесмен опустился на, сука, шестую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, поверь в Sea Forbes. Когда понедельник все крупнейшие мировые корпорации сыпались, как домино, первым упал Фейсбук, его данные, блять, на некоторое время вообще исчезли из интернета, сервис WhatsApp и Instagram рухнули следом. А дальше Amazon, Tinder, Bank of America. За это время родная телега подросла на 70 миллионов, блять, его юзеров. Мне кажется, после того, как Дуров опубликовал эту новость, что телега подросла на 70 миллионов юзеров, где-то в стороночке тихонечко плакал Марк. Российский нападающий Вашингтон Кэпитал Александр Овечкин в интервью ответил на вопрос о том, когда вставит выбитый зуб. Не могу напоследок не спросить, выбитый передний зуб собираешься вставлять? Хотя это уже фирменный знак Овечкина. После карьеры, ответил он. Почему после карьеры? Не всю же жизнь сходить беззубом. А что, во время карьеры нельзя? Опять вылетит? Зачем? Смысла нет. Понял. Планы на этот счет могут измениться? Нет, точно. У меня уже штиф стоит, жду своего часа, ответил Овечкин. Вот и раскололся Овечкин и поведал нам свой секрет. Выбитый зуб был своего рода визитной карточкой Александра. Ну и, конечно же, его безупречная игра. Ведь Овечкин с зубом уже, ну, не Овечкин. А мне вот интересно, а если у наших футболистов выбить по зубу? Они станут играть лучше? Или ничего не изменится? Производство свинины в Центральном округе, где расположены основные регионы производителей, остается от показателей прошлого года. На ситуацию повлияла вспышка АЧС и аномальная жара, из-за которой свиньи потеряли 20-30% веса. В середине года снижение объема производства произошло также из-за аномальной жары, которая становилась в Центральном округе, рассказал Берулин. В конце июня в большинстве регионов Центральной России температура поднималась до 33-38 градусов. Мы с вами помним всю эту ебенячую жару и космический спрос на кондиционеры, которые продавались как шаурма в палатках. Если раньше такая жара длилась 2-3 недели максимум, то в этом году больше двух месяцев, отметил Берулин. Средний вес свиней ушел на 20-30%. Такого никогда не было. Жаркое лето всегда приводит к повышению спроса на мясо и снижению веса свиней. Уточнил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Значит, в жаркую погоду животные хуже едят и меньше набирают вес. Показатели у каждого предприятия свои, по словам эксперта. Но, как правило, в среднем вес свини составляет от 110 до 125 килограмм. Ну а вот на кого не повлияла аномальная жара, так это на козы в Москве. Хочу предложить вам полезный деликатес. Колбасу козы из свежей свинины халяль. В составе только натуральные продукты. Состав мясо, стопроцентная конина, соль, перец, сахар, чеснок. Вес одной палки около 250 грамм. Приготовлено по традиционному татарскому рецепту козылык. Нереально вкусный продукт. Во-первых, конина это полноценный и качественный белок, который усваивается нашим организмом 8 раз быстрее, чем говядина. Во-вторых, конский жир по составу больше напоминает растительный, поэтому он способен снижать уровень холестерина в крови. В-третьих, конское мясо гипоаллергенно и диетическое, что позволяет включать его в детское меню. Ссылкой на инстаграм под этим видео. Заскакивай, заказывай, получай удовольствие от качественного натурального продукта. Ну, собственно, переходим к очень важным новостям. Как пишет РБК, принадлежащая Alibaba групп, китайская платформа Yoki Kids, заключила соглашение о производстве трех новых сезонов сериала Тима и Тома с группой Рики. Об этом РБК сообщает управляющий директор Рики, Марк Завадский. Представитель Yoki Kids оставил факт соглашения Тима и Тома. Комедийно-анимационный сериал ориентирован для дошкольников в возрасте от 3 до 5 лет. В центре сюжета бегемотик Тима, слоник Тома, авторы идеи Ольга Титова и Илья Березницкая, продюсер сериала Илья Попов, соавторы идеи смешариков флагманского проекта Рики. Производством занимается студия компьютерной анимации Петербург. В проект уже вошло 104 эпизода длительностью 5 минут каждый. Количество подписчиков канала Тима и Тома на Ютубе превышает 300 тысяч. Количество просмотров 211 миллионов. В рамках нового соглашения Alibaba Group, по словам Завадского, инвестируют несколько миллионов долларов. 52 эпизода в форматах 3D и 2D выйдут в июне 2023 года, следующие 104 в 2024-2025 годах. Yoko Kids получает новые сезоны на эксклюзивных правах и будет продавать к другим каналам, а также заниматься лицензированием и делиться доходами от продаж. Права на Россию и остальной мир останутся у Рики. Обучение через игру и здоровые отношения со взрослыми. Две темы, которые мы выбрали для следующего сезона, добавил Завадский. Слушайте, а может свиньи похудели не от жары, от этой новости? Мы скупаем в Китае китайскую херь, они покупают у нас мультики. Вполне себе выгодная и хорошая сделка. Alibaba Group, которая в России представлена через AliExpress Россия, участвовала в создании второго сезона Тима и Тома и занималась атрибуцией в Китае. В этой стране по итогам первой недели показа второго сезона сериала, как сообщает Рики, вышел в топ-3 рейтинга популярности детского контента, хостинга Йоки. Суммарное количество просмотров Тима и Тома в этой стране превысило 2, мать его, миллиарда. Одним из партнеров проекта стал производитель детского питания Юли Ньюфуд Мачайн, выпустишь линейку йогуртов с персонажами сериала. Первым анимационным проектом Рики на китайском рынке стали Смешарики весной 2011 года. Первые серии Смешариков 2D показали по местному центральному телевидению. Позже сериал начали транслировать более 15 телеканалов разного уровня, включая CCTVKids, Каку. Он также появлялся на цифровых платформах Tenchets, Юли и Йоки. С 2016 года CCTVKids показывает в своем эфире фиксиков 2018-го малышариков. Перед тем, как пойти смотреть Тима и Тома, не забудь поставить лайк, треснуть в колокол и подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски Свежака. До новых встреч!